Школы-пансионы в Англии существуют уже почти полторы тысячи лет. Не верите? Посмотрите наше видео, где мы рассказали о самых старых британских школах, которые появились еще в период поздней отечности раннего средневековья. Это же видео посвящено лучшим школам-пансионам Великобритании. У каждого в голове сложился свой образ и стереотип английской частной школы-пансиона. У кого-то эта школа как в Гарри Поттере, а для кого-то учреждение консервативное со строгим контролем. Для других школа с обязательным ношением вычурной школьной формы. Все это когда-то было актуально для школ-пансионов Великобритании, а какие-то обголоски прошлого слышны даже сейчас. Но современное обучение в школах Англии — это принципиально другой уровень. Нынешние школы-пансионы в Англии — это место, где юноши и девушки глобально расширяют кругозор, готовятся к университетской жизни, много времени посвящают своим хобби и заводят дружбу. Причем не только с учениками, но и со своими воспитателями, репетиторами и учителями. В этом ролике мы расскажем о пяти лучших школах-пансионах Великобритании. Школах, которые оберегают и лелеют своих учеников. Но перед хочу обратить ваше внимание на то, что мы в Марьяде не просто рассказываем о зарубежных учебных заведениях. Мы помогаем нашим клиентам с выбором и поступлением, и помогаем бесплатно. Подсказки того, как можно связаться с нами, чтобы получить свою бесплатную консультацию, будут в описании под этим видео. Итак, пять лучших школ-пансионов в Англии. Поехали! Сейнт Лоренс Колледж. Школа-пансион Англии из Рамсгейта, хоть и небольшая по британским меркам, но обладает просто потрясающим кампусом. Самые старые из зданий, включая мальчишеские резиденции для проживания, были построены в конце 19 века. А разместились они на 40 акровой территории в 10 минутах от побережья Северного моря. Что же делает Сейнт Лоренс Колледж особенным? Да хотя бы то, что ученикам никуда не надо ходить. Все пять домов-пансионов расположены в главном здании. Если для школ-пансионов Великобритании одноместные номера считаются редкостью, то здесь старшеклассникам предлагаются наравне с двухместными. Большой редкостью является и то, что в каждой комнате есть собственная ванная. Возможно, у вас возникнет вопрос, почему уборные могут быть редкостью для таких продвинутых школ, как британские. Посмотрите наше видео о том, почему некоторые английские школы аскетичны, причем в особенности такие элитные, как Итан. Ссылку на видео я оставлю в описании под этим роликом. А еще в этой школе-пансионе Великобритании очень насыщенная жизнь. Уютными вечерами жители домов собираются в комнатах отдыха, участвуют в конкурсах, викторинах, занимаются творчеством. Суббота выделяется для спортивных состязаний и хобби, а почти каждое воскресенье в Сейнт Лоренс Колледж организовываются поездки за город. У нас есть целая серия отдельных видео-выпусков, посвященных этой школе. Видеоэкскурсия по кампусу, интервью с учителями, занятия творчеством, условия проживания и многое другое. Ссылку тоже оставлю в описании. Уже заинтригованы? Тогда двигаемся дальше. Уиклифф колледж. Пусть вас не смущает осовремененное поместье, больше подходящее для швейцарских международных школ у Женевского озера. Уиклифф колледж находится в одном из самых живописных графств Великобритании – Глостершире. А обучение в школе Англии продолжается уже более 150 лет. Уиклифф колледж – это школа-пансион Великобритании в лучшем проявлении этих слов. В школе учатся более 800 студентов. В этой частной школе-пансионе Англии есть детский сад и подготовительное отделение. Персональные учебные опции для иностранных ребят и очень сильная материальная база. И по этой школе у нас тоже целая серия интересных видео. Мы в Марьяде не ездим на образовательные выставки, чтобы познакомиться со школами. Мы знакомимся со школами-пансионами в Англии на их территории и, конечно, все снимаем. Некоторые ссылки тоже будут в описании. Эксперименты в классах и цифровизация на уроках. Восемь полностью отремонтированных и модернизированных пансионов для проживания. Спортивный комплекс, музыкальная школа и собственная пристань. Все это – Уиклифф колледж. Кстати, интересно, что одно из самых старых зданий Уиклифф колледж – Хевардсенд – в прошлом было Тюдоровским фермерским домом. А еще эта школа-пансион Англии знаменита своими успехами в сквоше. Почти каждый год она завоевывает престижные титулы. Прежде чем рассказать о следующей школе, обращу ваше внимание, что мы в компании Марьяде также помогаем с выбором и поступлением в университеты и даже даем консультации по профориентации молодых людей. Переходим теперь к одной из самых перспективных британских частных школ-пансионов – Eastbourne College. Школьная родина известного мистика Алистер Кроули – Eastbourne College – это одна из самых дружных британских школ-пансионов. И слова о семье здесь далеко не беспочвенны. Для мега-амбициозного плана развития под кодовым названием «Проект 150» школа-пансион Великобритании получила более тысячи пожертвований. Их общая сумма составила 33 миллиона фунтов, а отправителями были бывшие ученики, родители и сотрудники Eastbourne College. В Eastbourne College всего два пансиона для учеников, зато в их распоряжении 32 новых класса, два IT-класса, многоуровневый павильон для крикета, школьный магазин, развлекательные и эстрадные площадки, спортивный зал по стандартам Sport England, фитнес и танцевальный зал, открытая обеденная площадка. Кроме того, Eastbourne College – одна из тех школ, которые полностью отменили субботние уроки. Вместо них были введены спортивные, творческие и иные внеклассные занятия. Мечта любого ученика. Как и следующая школа, которая является образцом современного дизайна – Brighton College. Одной из лучших школ-пансионов в Англии Brighton College стал еще тогда, когда данное направление в образовании только получило свое современное развитие. Именно в этой школе-пансионе Англии впервые появились такие вещи, как специальная языковая подготовка, школьный журнал или небольшие классы размером 8-15 человек. Свой прогрессивный дух Brighton College сохранил и по сей день. Абсолютное большинство зданий было построено с 2003 года. На протяжении следующих десяти лет ее здания семь раз получали архитектурную премию RIBA, а вид на знаменитый падок аллея лишь добавляет престижа одной из лучших школ-пансионов Великобритании. Brighton College является селективной школой, но, несмотря на этот факт, атмосфера в школе-пансионе все равно очень семейная. Здесь действует только шесть резиденций, в каждой из которых живет от 45 до 70 студентов. Кстати, о том, что из себя представляют селективные школы и стоит ли их уважать или наоборот бояться, вы можете посмотреть в соответствующем видео на канале Адиль Ермеков. Ссылка будет также в описании под этим видео. Впереди у нас заключительный участник нашего списка лучших школ-пансионов Англии. Клифтон Колледж. Во многих отношениях Клифтон Колледж особняком стоит среди частных школ-пансионов Англии. Он входит в тридцатку самых первых британских частных школ. Большинство его нынешних зданий – реконструированные памятники 19 века. А еще здесь учились сразу три нобелевских лауреата. Клифтон Колледж – это школа широкого восприятия. Здесь учатся ребята из 40 стран. Сразу семь резиденций для проживания. Дневные ученики очень часто пересекаются с пансионными во время учебы и в неклассных мероприятий. А студенты интерната в частной школе-пансионе в качестве экскурсии отправляются в Швецию и Альпы. Кроме того, у Клифтон Колледж очень тесные связи с Бэдминтон Скул – одной из самых лучших школ для девочек в Великобритании. Общение и нетворкинг – это точно про Клифтон Колледж. Что ж, вот и подошел к концу рейтинг Мариаде лучших школ-пансионов Англии. Конечно, во многом он субъективен, ведь почти каждая частная школа-пансион уникальна. Именно поэтому учреждения среднего образования в королевствах почти всегда дают возможность тест-драйва, потому что зачастую ученики и их родители выбирают школу по ощущениям, пообщавшись с преподавателями, учениками, директором. Снова же, подобная возможность у вас появится, если вы будете искать британскую школу с Мариаде. Ссылка на оформление заявки для бесплатных консультаций будет в описании под этим видео. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами. Если у вас есть предложение о тематике новых видео или о том, что вы хотите узнать об обучении в школах Англии, обязательно предлагайте в комментариях. Мы только за рассказать о том, что интересно вам. А пока до новых встреч!